Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок, меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую, сегодня мы поговорим с вами об осеннем уходе за хвойными растениями. Несмотря на всю свою неприхотливость, хвойные растения все-таки требуют определенных уходов для того, чтобы радовать нас своим пышным видом, пышным ростом и своей фактурой. Для многих хвойных растений сохранение фактуры пирамидальной, какой-то там шаровидной и так далее является очень-очень важным. И, к сожалению, зимы бывают такими снежными, ветренными, не всегда благоприятными для сохранения вот этого красивого внешнего вида хвойных растений. Ну, первое, что необходимо сделать в осенний период для поддержания внешнего вида и здоровья хвойных растений, это, конечно же, подкормки. Вот мой садик хвойный, еще совсем молодой, большинство этих хвойных растений я посадил только лишь весной, а не только-только прижились. Но и молодые, и взрослые растения хвойные требуют подкормок. Подкормки – обязательный компонент ухода за всеми растениями, в том числе и за хвойными. Ведь они должны получать преимущество над сорняками, над тем, что растет вокруг, так сказать, не декоративное. Надо дать им хорошее питание, чтобы они росли действительно пышно и хорошо. Среди удобрений, которые необходимо под хвойные вносить осенью, предпочтение надо отдать фосфорно-калийным комплексам. Большинство хвойных растений не переносит содержание хлора. Поэтому любые удобрения с красными крупочками, которые свидетельствуют о том, что там находится калийная соль, следуют из подкормки хвойных. Несмотря на то, что это осенняя подкормка и в течение осени от осадков, и зимой, при таянии снега, весной хлор хорошо вымывается из почвы, все-таки лучше их не использовать. Ну или если на упаковке написано, что входит в хлористый калий, он может быть и белого цвета, то тоже его использовать нежелательно. Используйте бесхлорные удобрения. Разбрасывать по поверхности, как обычно, эти удобрения являются неэффективным. Поэтому используйте наши луночные методы, мы о них говорили на канале, для того, чтобы подкормить растения эффективно. Следующая подкормка, которая должна быть сделана, и ее можно сделать по поверхности хвоинок, по поверхности растений, это подкормка сульфатом магния. Хвойные, как никакие другие растения, может быть даже еще больше, чем томат, требовательны к содержанию магния в растениях, да? И, конечно, в почве, но при внесении в почву магниевых удобрений, первейшим из которых является, конечно, доломитовая мука, сам магний довольно часто инактивируется. Надо предпринимать меры, значительное количество мер, для того, чтобы этот магний мобилизовать. Ну, надо фосфат-мобилизатор использовать, то есть те комплексы мер, о которых мы тоже говорили. Наиболее простой способ, столовая ложка, там 10-15 грамм сульфата магния на 10 литров воды, и пульвером пройтись, опрыскать ваши хвойные растения. Вот такие молодые, это вообще никакой проблемы, все, и можжевельники всех видов, и туи, пройти, опрыскать, обработать. Следующая задача, которая стоит по уходу за хвойными растениями в осенний период, это защита от болезней, сменяемость циклов, похолодание, потепление. Зачастую вызывают у хвойных повышенную чувствительность к различным болезням, а хвойные болеют достаточно интенсивно. Поэтому сделайте, пожалуйста, профилактические обработки хвойных. Вы можете использовать такой препарат, как ПФК Лерос или ПСК, на основе такой, ну, жидкой серы, как я это называю. Вы можете использовать препараты минеральные, такие как бордосская жидкость, например. Они вполне неплохо держатся достаточно длительное время, и надо не забывать, что казацкий можжевельник является переносчиком ржавчины. И хотя это не совсем такое целевое время для борьбы с ржавчиной, но все-таки нанесение этих препаратов в осенний период является весьма благоприятным. Необходимо также помнить, что бордосская жидкость, которая в своем составе содержит известь, одновременно защищает ваши растения также и от подгорания. Конечно, осенний период еще не так страшен для подгорания, а вот конец зимы, начало весны, как раз это тот период, когда хвоя непосредственно находится под атакой яркого весеннего и поздне-зимнего солнца, и ультрафиолетом обжигается, и мы теряем вот эту красивую форму. В тот период уже можно обрабатывать хвою с помощью различных кальциевых составов, какой-нибудь зубной порошок или зубная паста являются наиболее эффективными. Существуют препараты дорогие, которые в своем составе ничего больше, чем разболтанный мелкий мел в маленьком флакончике не содержат. Не надо их покупать за дорогие деньги, вы можете обойтись подручными средствами в 30-40 раз дешевле, нежели чем эти препараты из магазина. Там стоп-ожог и что-то в этом роде еще. Поэтому нанесение в осенний период бордовской жидкости в значительной степени защитит и растения также от этих ожогов. Но вы можете подновлять либо бордовской жидкостью, либо вот этими меловыми составами ближе к середине февраля, к концу февраля, вот это нанесение отражающих составов для того, чтобы ваши растения не страдали от ожогов. И, конечно же, для крупных форм уже, для крупных туй, например, которые страдают от снега, от того, что снег налипает, они разваливаются, конечно же, надо проволочками связать крупные ветви, привязать их к стволу, проволочкой, шпагатом, чем угодно закрепить для того, чтобы они не разваливались. Ну и обязательно уже в течение зимы проводить профилактику по стряхиванию снега с хвойных растений. Мы, кстати, когда-то на заре рождения канала Процветок тоже об этом говорили. Что ж, вот такие простые методы позволят вам содержать ваш хвойный сад в порядке. И подкормка, обработка от болезней, защита от солнечных ожогов уже в этот осенний период может быть сделана. Она может быть совмещена с защитой от болезней. И укрепление крон для того, чтобы они не разваливались в течение зимы. На этом я прощаюсь с вами. Уверен, что наши советы помогут вам создать прекрасный хвойный сад, который будет вас радовать и зимой, и летом, и весь год. До встречи!